друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет оставляйте ваши вопросы всех с комментариями не забывайте ставите лайки и мое традиционное напоминание то что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал а маркет торговые идеи где исходя из названия канала мы каждый день размещаем постим большое количество аналитического контента в том числе конкретные торговые рекомендации сегодня традиционный для понедельника состоится вебинар и голосовой стрим в этом самом телеграм-канале у вас есть еще возможность подписаться потому что участвуя в канале вы фактически участвуете в подготовке того контента которые мы делаем я имею ввиду формате запросов потому что прежде чем выйти в эфир в понедельник я традиционно предлагаю вам выбрать тему моего выступления главную тему обсуждения и это тема которая предлагаю несколько на выбор соответственно та которая набирает наибольшее количество на голосов становится центральной участвуйте друзья потому что очень хочу чтобы вы прежде всего получали информацию потому что вам интересно потому что получают информацию вы будете точно знать как действовать на финансовых рынках будете открывать позиции будучи уверенными либо не совсем в отношении того правильно ли вы поступаете но я со своей стороны сделаю все возможное чтобы у вас не осталось и каких-либо фундаментальных пробелов ну что ж мы продолжаем следить за тем как ведет себя доллар прошлой неделе это неделя тотального разочарования потому что было два важных события от выступления а паула в конгрессе перед банковским комитетом до выхода данных по инфляции в обоих случаях нормальных условиях а каждый из этих событий это стопроцентный триггер для укрепления позиции доллара потому что инфляция зашкаливает исторические прецеденты но практически можно уже так говорить потому что максимум больше чем за 40 лет и тут же паула который возглавляет американский регулятор нас готовит к тому что этот год этот год будет периодом тотального разгона ключевой процентной ставки это сверх агрессивные комментарии по ужесточению политики но на этом фоне доллар не вырос и более того локально мы видели даже прессинг который был оказан на него сегодня кстати одной из потенциальных тем которую за которую вы будете голосовать как раз перспективы доллара и думаю что наверное вам лучше ее выбрать потому что мне есть что рассказать про доллар я очень хочу чтобы вы понимали почему сейчас ведет себя доллар так или иначе и если соответственно эта тема про перспективы доллара станет центральной в ходе моего сегодняшнего вебинара то тогда это будете знать и и вы но в целом друзья могу сказать что сейчас уже как бы по прошествии недели все отмечают что выступление паула разочаровала трейдеров потому что пау вроде бы как и готов бороться инфляции но при этом не конкретизировал сроки и количество этих самых повышения процентной ставки ну что-то в этом есть но опять же нужно зрить в корень копать глубже видите системные факторы причины они в целом таковы что фундамент сейчас достаточно для роста американского доллара но доллар пока что расти не будет потому что сейчас он увяз в рыночных настроениях трейдеров которые пока не определились по этой ситуации по этой причине я рекомендую друзья индекс доллара пока что не трогать не залазить не будут еще оптимальная точка входа мы о них поговорим тем более что не нужно расстраиваться что мы не лезем в индекс доллара у нас есть другая сделка с американская валюта это доллар иена сейчас кстати локально мы видим как пара растет 114 50 котировки но целью нас более амбициозные это 117 118 тем более что эти цели были отмечены рядом инвестбанков которым я доверяя их экспертное мнение уже было неоднократно проверено опять же опытом многолетним и практика вообще наблюдения за их торговой активностью что касается золота 1820 котировки в моменте хай на прошлой неделе и торговой сессии четверга был на отметке 1829 но нам золото нужно выше на уровне 1840 1850 золото пока что в лангах сохраняем хотя золото находится на распутье с одной стороны поддержку ему точно оказывать данные по росту индекс потребительских цены инфляции она инфляции золото растет потому что это лучше хеджи в инструменте с другой стороны высокая инфляция может заставить фрс действовать активнее по росту процентной ставки и укрепление позиций соответственно доллара придется снижению доходности американских облигаций и соответственно может ударить по рынку всему рынку драгоценных металлов то есть данном случае золото будет смотреться позиционно как кандидат на такие средне тире долгосрочные продажи и вот эти настроения опять же достаточно аргументов за рост достаточно заснижения как раз заставляют нас вот находиться в такой неопределенности просто рисковать друзья когда нету какого-то перевеса фундаментальных факторов такая ситуация бывает в отношении доллара к примеру явные тому доказательства мы смотрим на рыночное настроение индекс рыночных настроений кайман анализируйте его друзья он бесплатно доступен каждому клиенту компании а маркетс и сейчас он также как и в конце прошлой неделе сигнализирует нам о том что толпа золото продает мы действуем против толпы потому что это лучшая тактика и в данном случае ожидаем что прошу прощения золото на этом фоне сможет получить дополнительную поддержку и может добраться до той цели которую мы с вами поставили 1840 1850 рынок нефти здесь шорт пока что в приоритете с отметки 8350 хотя учитывая то что сейчас бренд на уровне 8620 в целом отложку можно даже чуть поднять повыше почему я за снижение рынка нефти потому что последние отчеты по запасам нефти сша явно указывают нам на то чтобы не говорили относительно минимального эффекта микрона на мировую экономику но мы видим что раз запасы растут значит активность домохозяйств американских потребителей все-таки американская статистика она снижается значит влияет микрон все-таки на мобильность людей и многих заставляет сидеть дома и никуда не ездить соответственно не помещать собственно ручно себя в группу риска из-за того что перемещаясь по стране можно подхватить эту самую инфекцию рост запасов до максимальных уровней за последние полтора года друзья сейчас фиксируется нужно делать правильные выводы из этого еще один момент на который хочу обратить ваше внимание это китайский новый год по календаре он отмечается 1 февраля соответственно уже прям совсем скоро и уже известно что перед китайским новым годом власти китая начнут реализовывать статистический запас это часть мер которые ранее были согласованы а в купе с прочими другими ключевыми потребителями углеводородов а а инициатором идеи по продаже статистических резервов некоторое время назад выступили соединенные штаты америки цель продажи статистических резервов повлиять на рынок нефти а поспособность снижению цен на бренды в себя для того чтобы в конечном счете нефтепродукты дешевели и снижалась стоимость бензина и инфляция шла вниз поэтому продажа статистических резервов китаем сейчас попытка повлиять на цены на внутреннем рынке чтобы перед праздниками у людей была возможность заправить условно говоря своими свои автомобили процентов на 10 дешевле чем они могли бы заправить а цены на топлива это один из индикаторов вообще отношения к властям потому что высокие цены на топливо всегда ассоциируются с плохим политическим курсом низкие цены разумеется с хорошим продажа статистических резервов приведет ли она к снижению цен на бренды wti я надеюсь то что поскольку все-таки китай ключевой потребитель углеводородов что да поэтому ждем распродажи локальные тем более что нефть очень высоко забралась в последнее время европейская валюта 114 17 х 1 14 82 цели у нас выше уровня 1 15 все в эту пятницу состоится выступление коэсин лагард надеюсь то что она прояснит перспективы европейской монетарной политики после последнего отчета по инфляции когда в еврозоне индекс потребительских цен достиг пяти процентов до этих пор я все-таки также положусь на рыночное настроение и на то что есть еще довольно большой интерес именно к длинным позициям тем более что мы еще не определились и как действовать по индексу доллара и рынок криптовалюта как и ожидали друзья давление пока сохраняется bitcoin 42 с половиной тысячи ждем уже уверенный пробой поддержки 40 тысяч и движения ниже этом собственно все большое спасибо за внимание хорошей торговой сессии и всей недели увидимся сегодня в голосовом чате и соответственно эфире нашего канала ютюбе вебинара всем пока